2 декабря Соликамский ФОЦ принимал всероссийский турнир по дзюдо среди юношей 2003-2004 годов рождения, посвященный основателю борьбы дзюдо в городе Соликамске, заслуженному тренеру России Николаю Павловичу Данилову. В этом году побороться за медали и награды приехали спортсмены со всего Пермского края, а также из соседних регионов и других субъектов федерации. За полчаса до церемонии открытия соревнований и начала поединков все приехавшие спортсмены могут опробовать Соликамское татами, освоиться на нем, отработать какие-то броски. За моей спиной очень много мальчишек, даже в глазах рябит от такого обилия синих и белых кимоно. Где-то среди этих разминающихся ребят и Соликамец Сергей Южаков, который уже занимал призовые места на городских и краевых соревнованиях. Он занимается дзюдо 6 лет. На крестовке открылся ФОЦ, и я решил пойти на дзюдо, потому что мне нравится этот вид спорта. Он способствует развитию организма, силе духа и воли. И вот открытие соревнований. Парад участников, равнение на флаг, представление судей и почетных гостей. Их напутственные слова и воспоминания о человеке, который познакомил в Соликамск с борьбой дзюдо. Поприветствовал юношей и глава города. Он лично знал Николая Данилова. Мы закончили один вуз и были лично знакомы. Правда, он закончил несколько раньше. Я его знал как такого очень человека честного, добропорядочного и увлеченного своим делом. Не случайно этот турнир здесь прописался, потому что у нас действительно много людей, увлеченных единоборствами и этим видом спорта, конкретным дзюдо. Генеральный спонсор турнира – компания «Уралкалий». И именно благодаря поддержке городообразующего предприятия соревнования памяти выдающегося тренера приобрели всероссийский масштаб. Для нас, как социально ориентированной компании, компания «Уралкалий», очень важно, чтобы молодежь, чтобы дети были сильными, выносливыми и смелыми. Убежден, что сегодняшний турнир пройдет на высочайшем уровне. Так, в общем-то, и было. Без суеты и суматохи. Родители и болельщики наверху, тренеры и спортсмены внизу ждут своего выхода на ковры. Хороший уровень организации отмечает тренер удмуртских дзюдоистов, которые не впервые в Соликамске. «В этом году мы привезли 10 спортсменов. Участвуем уже в четвертый раз. Соликамская земля нас принимает шикарно. Все нравится. Хорошая организация турнира. Надеюсь, что мы займем, как и в прошлом году, много призовых и первых мест». В одном зале более 140 спортсменов. Но, несмотря на такое количество, организаторы грамотно их распределили по поединкам. Никакой путаницы. «Сегодня у нас представлены 8 весовых категорий. Самая маленькая – 46 килограмм, а самая большая категория – это плюс 81 килограмм. Сегодня здесь спортсмены собрались уже высокого уровня. Будет очень интересно смотреть, как ребята будут показывать высшую техничную бескомпромиссную борьбу. Я также бы хотел отметить, что эти соревнования у нас проходят при поддержке компании «Уралкали». Мы премного благодарны. Вместе мы ближе к олимпийской медали». В отличие от хоккея и футбола, тут во время поединков зрители не особо шумят. Это чтобы дзюдоисты на татами лучше слышали советы от тренеров. Соликамские спортсмены проявляли характер в самые тяжелые моменты борьбы. Но не все смогли подняться на пьедестал почета. К финальной части соревнований осталось всего лишь пять соликамских дзюдоистов. В упорной и сложной борьбе наши спортсмены завоевали три бронзовые медали. Имена призеров сейчас на ваших экранах. Это наш недавний собеседник Сергей Южаков в категории 55 килограммов, Илья Воинов в категории 60 килограммов и Никита Кулик в категории свыше 81 килограмма. Добавим, спортсмены, занявшие в турнире первые места, получают путевку на финал первенства России в 2019 году. Ну а мы поздравляем соликамских дзюдоистов и их наставников с призовыми местами и желаем новых побед и высших наград. Антон Старостин, Михаил Морошкин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.